Февраль, начало февраля, это просто пора, пора переобувания уже в весну. Я считаю, что весна прямо вот, ну скоро она уже вот уступает. Вообще все наши мечты сбываются, это первое, что надо всегда знать. Я говорил о том, что майские праздники хочу уже встретить в отделанном доме, в готовом доме. А для этого нам не хватает сделать всего лишь какие-то мелочи, то есть всего раз, два, три, и вон там за ней еще две стены. Пять стен, всего лишь, пяти стеночек. Предлагаю сейчас эту работу начать и в ближайшее время ее закончить. То есть сделать, короче, ее. Очень сильно вам благодарен за те комментарии, которые вы мне пишете, особенно комментарии поддержки. Это очень приятно. Как минимум за леса очень многие волновались, что нет перил и шаткие леса. Я согласен, да, я немножко пренебрегаю безопасностью. И это глупая штука, и никому не советую так делать. Стройка вообще дело опасное, надо быть всегда очень внимательным во всем. На моем канале, друзья, никогда нет негатива. Мы всегда с вами настроены на позитивный лад. Поэтому все будет хорошо. Наши победят. Все будет отлично. Вот вам покажу полную картину происшествия. Вот эту часть нижнюю террасы мы зашивать не будем. Это будет частью бани в дальнейшем. А зашивать мы начнем по спинке балкона и ту стену тоже вот так. Потому что это уже угол бани. Здесь же бани у нас планируется. Вот тут прям под нами находится яма 6-метровая или 5-метровая банная, в которую кольца осталось опустить. Наша задача заколотить эту стену, эту стену и вот эти. И еще, братцы, очень многие в комментариях пишут про гараж. Почему про меня не рассказываешь? Он не мой. Это не мой гараж. Это гараж моего соседа. А я планирую. Пойдемте покажу. Вот здесь у нас будет баня. Для тех, кто не в курсе, вот это будет баня. И вот до той колонны это будет все парная, мойка и отдых. А дальше там, где машины, если большинством голосов мы решим с вами, и у меня будет какая-то поддержка, то там будет, где машины стоят, это будет тоже продлено. И там у нас будет бассейн. Мечтаю о бассейне. Понимаю, что это очень дорогое. Само обслуживание, строительство его, оно выйдет в миллион, это минимум. Поэтому не знаю. Финансово пока я не готов. Получается, вот у нас по линии фундамента пойдет стенка. Это все басик. И он будет до бетонной мешалки где-то. Вот так. Вот так. Это все вот такой большой длинный павильон, в котором бассейн и баня. Но это крутая идея. Если это сделать, это было бы супер. А теперь мы идем по гаражу. Смотрите. Еще раз рассказываю. Видите, вон там труба стоит белая. Это три фазы, выведенные из дома для гаража. То есть это угол въезда в гараж. А дальше там идет 10 метров. Это навес. Просто навес. То есть получается навес, потом въезд в гараж сюда. Потом дальше вот где прицеп стоит, это у меня хранилище по меду, по таре и так далее. И здесь еще один гараж с ездом уже вот так, на две машины. А вот эта тепличка будет пристроена к стене гаража. Вот мысли такие. Если кто-то что-то может посоветовать по этому поводу, друзья, пожалуйста, пишите. Я всю критику, все конструктивные идеологии, все идеи я, конечно же, всегда слушаю и пытаюсь реализовать. Ну, если они действительно грамотные. Поболтали немножко. Теперь давайте за дело браться. Работать надо. Поехали. Поехали. Продолжение следует. Итак, братцы, обещаю, по хейтерам вообще слова больше не подниму. Вы правы, были совершенно. И огромное вам спасибо, что вы меня поддержали. Действительно, на канале надо минимизировать их количество. Правильный комментарий был, это твой дом, это твой дневник, и зачем ты пускаешь свой дом, всякую нечисть. Правильно. Теперь некоторые нюансы. В одном из комментариев вы писали, что при близком расстоянии Хауберг не имеет фактуры и вообще не похож на кирпич. Так это и не кирпич. У него даже нет назначения спорить с кирпичом. Это как, например, металл сайдинг, который у меня вон на углу. Скажите, как он может спорить, например, с планкеном, или с имитацией бруса, или с евровагонкой. Да никак, он металлический. Понятно, что при далеком расстоянии он похож на деревяшку, но если близко подойти, то сразу видно, что это металл. У них назначения разные. По поводу запаха Хауберга я все-таки закончу. Друзья, давайте знаете, как сделаем? Я сейчас комментарий, правильный комментарий выложу, не мой. Комментарий нашего зрителя, который очень грамотно разложил по поводу запаха битумов. И вот он, он. Прочитайте, пожалуйста, и вы сразу закроете этот вопрос. Но по остальному всему мы, в принципе, больше-то и не спорили. А, еще, еще один очень важный момент, который я тоже хочу поднять. Много комментариев. Наконец-то ты перестал рекламировать китайскую технику. Или там, слава богу, сегодня без китайских реклам. Братцы, давайте я вам сейчас просто наглядно покажу один эксперимент. И я уверен, мы эту тему закроем. Я решил снять небольшой обзор, для того, чтобы те, кто пишут подобные комментарии, просто поняли мою главную мысль. Перед вами электролобзик Makita, а за ним электролобзик Deco. И сейчас мы просто с вами проведем небольшой сравнительный обзор, в котором поймем, что, собственно, к чему и зачем пойдет. Коробка с Makita включает в себя инструкция, гарантия и сам электролобзик. Все. Deco. Моделька DKGS 1000 Laserbox. В комплекте инструкция, гарантия, пильные перья, сам электролобзик и насадка на обеспыливание. Устройство для ровного пила все вставляется, если мы идем ровный рез. Какое-то переключение чего-то, я этого даже не знаю. Что-то открывает и закрывает, наверное. Разберемся. Ну и все, коробка пустая. Если смотреть на габаритные размеры, то мы уже сразу откровенно видим, что Makita выигрывает в миниатюре в своей. Deco же имеет габариты чуть больше. По весу они приблизительно одинаковые, Makita даже, наверное, потяжелее за счет того, что у нее летая платформа. Здесь же платформа идет из металла прессованного. Защита пиления Deco реализована таким путем. У Makita это сдвижная планка. Еще Deco в своем корпусе реализовали такую штуку, как лазерное целенаведение. Не знаю, насколько она вообще нужна. Электролобзик чаще всего используется для фигурного пила, но как дополнительная фишка это есть. В дальнейшем мы с вами эту тему прошарим и поймем, нужен ли вообще этот лазер. Неоднозначное, на самом деле, отношение к нему. Сразу скажу, для чего я вам повествую вот эти все краткие обзоры по номиналу и мощности и другим характеристикам лобзиков. Просто для того, чтобы понять их идентичность. Идентичность по функционалу. Ну и, конечно же, сейчас мы рассмотрим характеристики по пилению. Единственное, что будем пилить мы пилками компании Deco, потому что в комплекте с Makita, к сожалению, пилки не шли. А брать какие-то за основу я другие не хочу. Поэтому возьмем две одинаковые пилки и мы сейчас сделаем пиление для того, чтобы понять. Простой обзор технических характеристик нам уже говорит о таких моментах, как идентичность реально двух этих инструментов. При том, что, друзья, эта модель будет стоить 2000 рублей. Модели марки Makita с теми же самыми характеристиками будут стоить от 6 и выше. Сразу хочу указать вам на один момент, друзья. У меня имеется еще два лобзика и дековский аккумуляторный и Makita, которую я в хостовере угоняю той же самой серии. Просто я обожаю инструмент, как вы поняли, и имею его в больших количествах. Ну и самое главное, друзья, это то, что я вам уже говорил не раз в моих планах, заниматься деревом профессионально в дальнейшем. Конечно же, это произойдет после того, как мы сделаем здесь мастерскую. Я покажу вам еще два инструмента, которые находятся в загашниках моей мастерской. Это та же самая Makita 4329 и это та же самая Deco. Только модель с аккумулятором. Очень удобная для моих пасечных работ, потому что на пасеке у меня с электричеством, к сожалению, беда. Прелесть. Вот такой вот у меня, друзья, склад инструмента уже имеется. Для чистоты эксперимента я взял две новых модели и сегодня буду рассказывать именно о них. Свои рабочие модельки, которые у меня используются почти каждый день, я сейчас пока отложу. Я считаю, что одним из главных критериев хорошего, правильного электролобзика является точность фигурного пила. Поэтому я сделаю два произвольных движения, вот таких, например. И сейчас двумя лобзиками это все выпилю. Например, вот это посложнее. Это будет Deco. А это будет Mac. Да, совершенно забыл сказать вам о том, что у Deco у него быстросъемное крепление. Заводите вот так ручку, вставляете сюда перо и отпускаете. Все. У Макиты же есть специально сзади шестигранник, которым нужно раскрыть болт в передней части, сюда ввести перо и его затянуть. Наверное, все-таки крепление это больше профессиональное. А перья, как я и говорил, используем одни и те же. Первая у меня в работе идет Макита, просто потому, что она ближе к выходу. Продолжение следует... Слушайте, ну рулится прекрасно, пил ведет ровно, и я почти нигде не уходил от намеченного чертежа на карандаше. Единственное, что вот эти сложные моменты, конечно, вот видно, что подгорало прям перо в этих местах, но с другой стороны здесь, наверное, никто не справится. Так, и деко мы сейчас даем вот этот, второй пил. Хотя, знаете, наверное, будет честно, если мы деко дадим пил точно тот же, который делала Макита. Это будет честнее, я считаю. Вот. Обороты те же, уровень тот же, только здесь на единичке стояло. Значит, и тут мы переходим на единичку. Все, поехали. Продолжение следует... В конечном итоге смотрим. Два изделия совершенно идентичные. Деко немножко вот такую задиры делала. Не знаю почему, но они были. Вот. Может, потому что это перо другого класса, например, для других целей. Хотя нет, смотрите, и тут задиры есть. Но здесь они почему-то побольше, на самом деле. Может быть, располагался, ну там, типа, начало листа, другая сторона листа. Я не знаю точно. Но, в общем, это как констатация факта. Это есть. Но там, где есть кривой пил, там же, наверное, должен быть и прямой. Попробуем сделать прямые пилы обоими лобзиками. Так, первая будет декошечка у нас. Так, сразу же скажу, что лазер здесь совершенно бесполезен. Работает он так себе. То есть для ровного пила он не помогает. Для фигурного он тоже особо не нужен. Я могу просто очень хорошо оперировать движением пилки. Смотреть, как работает пилка и по ней уже двигаться. Это, наверное, будет для меня даже оптимальнее. Что могу указать из плюсов? Наверное, все-таки у Макиты цельнолитая платформа. Считается, что это намного крепче и круче. То есть, если даже посмотреть на платформу у Деко, вот видите, да, то за время моей эксплуатации она немножко приобрела помятость. Потому что где-то это падает, где-то это ударяется. И в чем-то получилась такая подковость. Вот, то есть, ну, цельнолитая платформа, наверное, это лучше. Хотя, с другой стороны, на одном из моих лобзиков в старые времена при падении эта силуминовая платформа была расколота. И если я металл мог бы просто выгнуть, то силумин пошел на выброс. То есть мне пришлось покупать новую подошву. Поэтому это тоже такой двоякий плюс. В остальном они полностью идентичны. Ну, наверное, если говорить о сроках эксплуатации этих обоих инструментов, я сейчас не могу никаких вердиктов дать. Потому что работает и тот хорошо, работает и этот хорошо. Тоже заметьте, чтобы вести ровно, мне приходится шину сворачивать. Видите, под каким углом. Я ориентируюсь сейчас по пилке. И мне приходится немного его кривить. То есть все равно рулит тоже неровно. То есть нет такого, что прям параллельно с пилу. Приходится немножко так заворачивать. Ну, есть такое. Получилась макита. Чистый пил. И у деко почему-то вот такой бахрамистый получается. Теперь проверим правильность. Это деко. Ну, как бы щелочки есть небольшие. Смотрим макиту. Те же самые щелочки, то же самое есть. То есть так же везде присутствуют. Видите? Вот. Небольшие все равно огрехи имеются. И здесь небольшие огрехи имеются. То есть в принципе, в принципе параллель. Одно и то же. То есть, что касаемо своего пила, если не считать лазера, то одинаковый. Что в конечном итоге я хочу ответить своим замечательным подписчикам, которые говорят, что Китай это плохо. И Денис, пожалуйста, не рекламируй больше эту китайскую организацию. Смотрите, один и тот же лобзик. Одни и те же самые технические характеристики. Только один стоит 6 и выше, а другой стоит 2000 рублей. То есть за цену одного лобзика можно купить 5 лобзиков китайских. Вот вам и вся математика. Дальше думайте сами. Я, например, за второе. То есть если они работают одинаково, делают одни и те же самые функции, просто зачем переплачивать? Понимаю, если у меня цех, если я делаю каждый день просто львиную долю какой-то работы этим инструментом, тогда прям бесспорно лучше взять бренд. А если мы сейчас говорим о домашнем использовании, о строительстве небольшого домика, либо о каких-то там своих творческих замыслах, то, наверное, китаец это самый оптимальный вариант. Просто для примера скажу, что весь фасад нашего дома сделан деко. То есть это шуруповерты, это циркулярки, рубанок электро, это опять же дрели и так далее. То есть все сделано просто силами китайской техники и очень даже качественно и хорошо. Так, поэтому, братцы, выбирать, конечно, вам. Макита это или деко. Но я для себя сделал выбор, пока он в пользу Китая. Мне нравится. Для меня лично этого хватает. Наверное, если я открою какой-нибудь цех и буду там каждый день 24 на 7 работать, может быть, я и переменю свое мнение. Для домашнего использования, я в 50-й раз говорю, для меня удобнее Китай. За цену одного именитого бренда я могу приобрести до 5 китайских хороших нормальных инструментов. Ну, если какие-то еще тесты надо провести, скажите. У меня парк большой. Для человека, который любит творчество, наверное, инструмент самое главное. Так, братцы, пойдемте дальше стену колотить, потому что время идет. Ну, там ребята работают на соседней стройке, а я вот тут Филоню вам рассказываю всякие истории. Все, пойдемте работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот смотрите интересный момент да на улице мороз солнце прогрела хауберг прям но он он горячий его трогаю мне прям приятно и смотрите его рукой подклеиваю сейчас видите на улице дубак а он подклеивается всего лишь нужно придавить немножко гонт вот и все и даже на морозе эта стена уже спеклась на солнечной стороне проходим вот так валиком или рукой даже гонты и они все подклеиваются подклеиваются шикарно то те только что приколотил они еще холодные надеюсь уже видно что битумная прослойка уже немножко начинает подклеивать пальцы ничего не ершится вот там видите где тенек там не подклеить час а вот где солнышко и он весь пристал весь приклеился везде везде плотненько нигде чешуи нет смотрите все ровничком в прошлом видосе как вы мне посоветовали я так его и оставлю продолжать дальше не буду единственное завальцу его по краю аккуратненько ну и собственно все ну и сейчас гоню до верха стену ставлю светильники и все и добиваю и до самого верха ну и спасибо друзья за ваши советы по поводу защиты на лесах конечно теперь буду за этим следить потому что действительно это опасно спасибо большое за ваш комментарий честно говоря работа идет сегодня так активно по моему я чувствую что надо короче полежать отдохнуть реально что-то мне прям не совсем хорошо и дышится как-то не так и восприятие мира не то но я вам обещаю что ближайшие видосы мы конечно допинаем эти стены на будет много дальше интересного в комментариях в инстаграме ссылка на instagram вот она я выложил новую идейку по поводу летнего контента короче летом мы будем строить плод из сейчас не знаю увидите вы нет я руку вытяну там видите бочки синие стоят мне еще привезут ребята около 20 штучек мы соберем плод и на нем хотим сплавиться по верховью би либо от айского моста допустим по коту не до низовья до бийска вот такая вот идея как поддерживаете нет на канале калачу дальше что успею но но не обещаю что много наколотил я сегодня рядов да много рядов наколотил работа хорошая проделана так-то если взять да но есть одна проблемка горло что-то вообще перестала работать прям какой-то кашель короче пчеловод похоже немножко приболел пошел я медок есть с чаем в общем увидимся с вами надеюсь через пару дней может через неделю а медок я всем рекомендую до медок жарковский-мен . да я уже даже не рассказываю вы сами знаете ну если вдруг интересно в описании под видео все данные слушайте ну домик просто домик просто видоизменяется сейчас это все шоколадом заделаем здесь шоколад там ой такая красота фундамент потом сделаю и будет прелесть кстати по датчику температуры я все волновался что он будет работать некорректно но вот здесь в тени он прям нашел свое место идеальное то есть здесь солнце не падает и он показывает всегда температуру ну честнее чем интернет реально честнее вот видите здесь здесь солнца маловато и пока еще здесь ничего не подклеилась но весной пока прикольно так ершит весной конечно же мы все это дело прокатаем можно было феном пройтись все вот эти места и подклеить но я подумал солнышко сделает свою работу намного лучше меня так надо перестановки вот этих лесов точнее до увеличения я должен еще заколотить он ту стену ну на такой же уровень поэтому работы еще много в общем все друзья увидимся с вами буквально через пару дней может через недельку и до скорых встреч все пока пока